Приветствую вас! Позвольте вам ответить с позиции профессиональной психотерапии. Вы просите забыть человека, вы просите забыть человека, который очень нравится. Забыть невозможно, потому что это ваши эмоции, это ваши чувства, они принадлежат вам, и даже если будете использовать гипноз, все равно вы не сможете забыть, все равно у вас будут чувства, просто вы не будете понимать откуда они эти чувства взялись. Поэтому забыть нельзя. Изменить свое отношение к этому, определиться с более полным выражением своих желаний и добребностей, определиться с тем, что вам действительно нужно на самом деле, и с чем на самом деле связана ваша такая вот реакция, условно говоря, на человека, да, это вполне себе можно сделать. Можно и даже нужно. Не буду, не буду скрывать, что можно и даже и нужно. Итак, он мой тренер, был, началось два года назад. Пошла лечить спину на ЛФК, всегда, когда сейчас с ним общались по праздникам, поздравления на тренировках, просто будет комфортно с человеком. Потом вдруг резко меня заносит в черный список, и при встрече говорить хочу к тишине. Ну, здесь я бы сказал, что вполне вероятно, что у человека просто есть какие-то проблемы, то есть, например, ревнивая жена, либо девушка, если это не жена. Вот. Ну и еще какие-то, возможно, трудности имеют место быть. То есть, это очень похоже на то, что вот человек, просто с вами сблизился, сильнее, чем он хотел, изначально. Вот. Потом испугался, того, что, ну, того, что произошло, или того, что может произойти, с вами, или, того, что могло произойти, с вами, между вами. Вот. И, соответственно, решил дать задний ход. Вот. То есть, это выглядит, вот, с точки зрения, опять же, психологии, профессиональной психотерапии. Это выглядит, примерно, вот таким образом. Вот. Это выглядит так, что человек просто, вот, испугался, того уровня, близости, с вами, которое у него возникло. И, решил просто-напросто, это прекратить. Есть, конечно, еще, вариант, того, что это, манипуляция, просто, чтобы, привязать вас, к себе. Но, я, если честно, в этом, несколько, сомневаюсь. Само-само. Но, это можно было бы, это можно было бы, предположить, если бы, у вас, были бы, какие-то отношения. Вот. Все-таки. Ну, просто, вот, какие-то отношения, если бы, между вами были, то, да, это, можно было бы, конечно, предположить. А так? Так, нет. Так, мне кажется, вряд ли. Вряд ли. это, манипуляция. Дальше, проходит пару месяцев, он снова разблокирует, и, вы обновили тренировки. А, что вы делали? Эти два месяца, что-то, вы, вы не общались, вы не взаимодействовали, или что, или как. Так, я понимаю, что он не сильно, да, и, когда вы начали тренировки, вы, ну, не обсудили никак, то, что, между вами произошло. А, на последней тренировке, как оказалось, последней, он сам подошел, и обнял меня, и не отпускал. Но это означает только, что вы ему дороги. Дальше, снова резко, везде в черный список. Ну, опять же, это очень похоже на действие извне. То есть, какая-то вот третья сторона влияет на него. Мы не ссорились, а, потом позвонили, сказал, что не будет больше о ней заниматься. А, вы не спросили у него, почему? Так вот, как лучше забыть его, понять, что вы хотите, понять, что вам нужно. Потому что, вы будете выдать о любовь, и вы просто хотели сделать человека счастливым и все. И понимали, что вот такое положение вещей, очевидно, делает его более счастливым. Но, поскольку забыть вы его не можете, решите о том, что вы хотите. Именно с вашими желаниями, с тем, что вам нужно, и нужно работать. Сначала вам нужно вообще понять, что вы хотите, и что для вас важно. Удалить номер, удалить страничку в сет-сити, чтобы не лазать к нему и уйти из этого сглубина навсегда, вряд ли поможет удалить номер и удалить страничку в соц-сети. Вот, опять же, еще раз повторю, лучше поисследовать, что вы хотите, почему вы лазите к нему на страничку, зачем? Может быть, именно потому-то вы это делаете, он у вас черный список, наверное, что тут как бы тоже, непонятно, когда вы начали сходить к нему на страничку в гости. вот, помогите, пожалуйста, пишите вы, мне тяжело. Да, вам тяжело, Вероника, я понимаю, все вам тяжело, что тяжело, что тяжело? Может быть, вы одна, и вы хотите встретить мужчину, может быть, вы одна, и вам тяжело быть одна, может быть, вы хотите семью, одиночество, ну, одиночество боитесь, опасаетесь, то есть, как бы, нужно вот этот момент исследовать, в чем именно вам тяжело, потому что, пока такое ощущение, что вы, не желая работать со своими потребностями и желаниями, не желая выяснять, что именно вовлекло вас так в отношении с человеком, просто пытаетесь от этого избавиться. Но это немножко не та позиция, которая, ну, которая вам поможет лучше себя понять. Вот. Зачем она тогда сама понимает, потом заносит шерный список. Ну, это, опять же, это касается только его, мы здесь, вряд ли, можем, эм, что-то сказать конкретное по поводу, эм, него, потому что это все-таки третье лицо. Вероника, эм, что касается вас, да, значит, вы в эти отношения вовлеклись. И необходимо понять, в чем, эм, для вас, оказалось это вовлечение. Необходимо раскрыть, что-то вам тяжело, что-то вы к нему загосеете, и отделить это, то, что вы хотите для себя, от того, что вы хотите для него. и взять личную ответственность. На этом все. Я надеюсь, что он, помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, вам, и удачи.